Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о жизни. Есть ли жизнь на Земле? И что на самом деле происходит вокруг нас? Этот вопрос может показаться странным, когда мы говорим о жизни на Земле. Многие спрашивают, есть ли жизнь на Марсе, там, не знаю, еще на каких-то планетах или мирах. Но на самом деле, прошлые видео о Матрице, если вы их смотрели, могли вам многое рассказать. Потому что что такое жизнь? В своей основе это выживание, это существование, это определенная игра, которая связана с целями, барьерами и преодолением этих барьеров на пути к целям. И что происходит? Если вы посмотрите вокруг, опять же, со своей точки зрения, то вы увидите множество людей, которые к чему-то стремятся, как-то соперничают между собой, пытаются достичь каких-то целей, которые, возможно, никакого отношения не имеют на самом, к настоящей игре, но, тем не менее, внушаются другими людьми с помощью средств массовой дезинформации и так далее. Когда я говорю о жизни, я имею в виду несколько другое. Если настоящая жизнь, то есть когда люди осознаны, когда они понимают себя и идут к своим целям, вот какая жизнь хотелось бы, чтобы была вокруг. То есть это мир новой цивилизации. Но когда мы видим другое, я вижу другое, вы наверняка видите другое, то происходит такой когнитивный диссонанс, то есть это разбалансировка. То есть когда есть понимание одного, а мы наблюдаем совершенно другое. И ведь многие люди заявляют о том, что они стремятся к хорошему, позитивному, к правде, к честности, к осознанности. То есть очень много бывает действительно громких заявлений, но малые изменения происходят в реальности. Да, они, безусловно, происходят, но это могло бы быть гораздо больше и эффективнее. Почему они происходят так медленно? Потому что существует огромное количество невежества и лжи. Вот эти вот средства массовой дезинформации, они кому-то принадлежат. И то есть у кого-то есть цель, чтобы люди оставались в неведении. И это делается не только с помощью этих средств. Это делается с помощью пищи, то есть ГМО-пища и вообще, по сути, мусорная пища, которая загрязняет тело и приводит к тому, что ратум отключается. То есть, потому что, ну вот, если вы, например, питаетесь из Макдональдса или любым другим способом, то есть я имею в виду, поедаете пищу, где много жиров, пустых углеводов, то там нет ничего, это только разрушает. И единственный способ – это остановиться и посмотреть, а что я могу сделать самостоятельно для улучшения состояния. потому что можно уповать на Бога, на Мессию, на правительство, еще на каких-то спасителей или на что угодно еще. Но это что-то внешнее. Это может произойти, а может и не произойти. И, конечно же, все начинается с самого себя. То есть, когда вы осознаете, делаете изменения, правильные действия, самое главное – меняется ваше сознание. Тогда вы начинаете действовать иначе. То есть, вы начинаете к пище относиться иначе. То есть, вы понимаете, какая пища действительно наполнена тетой, наполнена полезными витаминами, минералами. То есть, это растение, растительная пища. А какая загрязняет просто организм и ничего ему не дает. Вы относитесь бережно к природе. То есть, вы не мусорите, разделяете мусор. То есть, вы переходите на чистую энергетику. Вот что происходит. То есть, меняется ваше осознание и меняется все вокруг вас. Происходит такое изменение. У кого-то это происходит раз так очень быстро, как квантовый скачок. У кого-то это происходит медленнее. Самое главное, что мы начинаем с изменения сознания. Я 20 лет назад тоже очень мало что знал. То есть, я относился небрежно к своему телу. Употреблял мусорную пищу, разные вещества, алкоголь, курил. То есть, не было понимания того, как это разрушает мое тело. И когда я начал заниматься процессингом, когда я начал заниматься тем изучением курсов, которые направлены на улучшение качества жизни, я понял, что очень многие вещи я действую неосознанно, неправильно. Я как бы просто делаю, потому что так привык. То есть, ну, даже не потому что привык, а потому что просто я не знаю других методов. И я начал перестраивать свое сознание и свою жизнь. То есть, я приходил к озарениям, к пониманиям. Почему это правильно для меня, а почему нет? Да, были сложности, были ошибки, не все приходило сразу. Да и сейчас я все равно продолжаю обучаться, продолжаю трансформироваться. Вот. И это очень важный момент. То есть, прогресс никогда не останавливается. Он просто продолжается. И то есть, когда я смотрю на свое окружение, на моих родителей, на свою любимую, то я чувствую, что этот прогресс идет. И каждый вносит свою лепту, свой вклад в это. Так как мы помогаем друг другу, это, конечно же, очень здорово, потому что мы можем быть в гармонии с друг другом и друг другу что-то показывать. Да, то есть, потому что самостоятельно мы многие вещи не замечаем. Но когда мы объединяемся в паре, мы друг для друга как бы что-то показываем. То есть, мы видим нечто большее, чем если бы мы были в одиночку. Да, и когда мы в группе, мы видим еще больше. Вот поэтому, к чему я веду? Мы действительно начинаем с себя трансформацию. То есть, мы не ждем прихода какого-то мессии или чего-то, что не зайдет на нас вдруг. Мы действуем, но действуем осознанно. То есть, мы меняем свое сознание и меняем наши действия. Вот, потому что если мы просто поменяем действия, но сознание останется тем же, то это будет просто потому, что кто-то так сделает тоже, кто-то так сказал. Когда мы поменяем сознание, то наши действия начнут меняться сами. То есть, мы почувствуем эти изменения и в питании, и в действиях, в отношении к себе, к другим людям. Вот, поэтому процессинг, который позволяет человеку изменить свое сознание, это та методика, которая доступна и будет полезна для каждого. Это не что-то такое эзотерическое, не какая-то секта, тут нет гипноза или какого-то воздействия на человека. Это, по сути, общение, направление внимания и взаимодействие со своим подсознанием, когда сознание взаимодействует с подсознанием и помогает выйти наружу тем вещам, которые там скопились. И тогда сознание становится большим и появляется целостность. То есть, целостность – это когда вы не разделены, когда вы не одна часть, не то что хочет одного, а другая другого. Да, так часто бывает в жизни. Но потом, когда вы приходите к целостности, появляется такая согласованность и вы чувствуете, как поступить правильно. Вот, и тогда происходят действительно очень важные изменения. Вы начинаете действовать. Начинаете действовать осознанно и действовать во благо и для себя, и для других людей. Самое главное – действовать честно, искренне. То есть, не лгать себе или другому, потому что часто действительно это происходит. Я и за собой это наблюдал, и за другими людьми. Вот, очень важно сделать так, чтобы была искренность. Искренность. Потому что это поможет. Это поможет идти по пути без ошибок. Честно, искренне и во благо для всех. И тогда мы сможем объединяться уже отдельные индивидуумы, которые достигли свободы, достигли счастья, объединяться и помогать друг другу еще больше, увеличивать свои способности, свою осознанность. Вот для этого я и создал проект Академии Счастья, который позволяет человеку жить осознанно, жить в здравии и расширяться, то есть, становиться все более целостным и целостным. Вот давайте сделаем, как обычно, небольшую практику. Сядьте в удобном месте, закройте глаза, создайте пространство для сессии с помощью своего намерения. Потом почувствуйте себя в этом пространстве, как сознание, и свое тело в этом пространстве. И дальше посмотрите, почувствуйте пространство, вот это, которое вы создали, и посмотрите в этом пространстве, что в нем есть. В нем могут быть ваши цели, какие-то суждения, которые противостоят этим целям. Это может казаться, как суждение других людей. Но все равно это в вашем пространстве, и вы можете это изменить. То есть, вы можете это почувствовать, и дальше справиться с этим. Почувствуйте вот эти цели, и какие-то противоцели, которые мешают. И потом, когда вы это почувствовали, например, есть цель, хочу быть богатым и счастливым. Да, есть противоцель, не хочу быть богатым и счастливым. Хотя это может выглядеть как иначе. У меня мало денег, и я нездоров. Это может быть выглядеть так. Почувствуйте это, и дайте возможность этому интегрироваться. Не боритесь с противоцелью. Дайте возможность этому интегрироваться. Посмотрите, что разделяет это. Почувствуйте одну часть, вторую часть. Потом их вместе, то есть одновременные, первую и вторую. И дайте возможность им соединиться, интегрироваться. Вот это и есть целостность. Это то, что происходит во время процессинга. То есть части соединяются, интегрируются и появляется целостность. То есть у вас перестает вот это быть дробление ума, дробление на какие-то сегменты, а вы чувствуете свою целостность и дальше действуете из этой целостности. Вот таким образом и происходит в процессинге, когда я помогаю человеку интегрировать что-то внутри него. помогаю ему интегрировать свои, ну скажем так, вот такие заряды, которые есть внутри человека у каждого. Они соединяются и когда уходит вот эта необходимость противостоять чему-то, то происходит естественное состояние соединенности целостности. То есть мы ничего насильно не делаем. Мы делаем все естественным образом для того, чтобы каждый человек мог это почувствовать и достичь этого состояния. То есть оно происходит совершенно естественно. Поэтому я вам предлагаю попробовать и прийти на бесплатную консультацию. Точнее не прийти, а просто набрать меня в Вайбере и позвонить. Мы сделаем эту консультацию. Все доступно онлайн. Вот. Когда вот эта интеграция целей произошла, вы можете это прочувствовать, это состояние, как это произошло, и поблагодарить себя, пространство и наполнить его энергией любви. Вот. И на этом закончить сессию. Это я вам показал пример, как может происходить интеграция в пространстве. Вот. Если что-то более глубокое, то мы тогда идем глубже и убираем тот заряд, который мешает интеграции. Это мы делаем в сессиях процессинга. То есть наша цель это создание целостного духовного существа, счастливого, здорового и свободного. Вот это и есть цель процессинга. Если вам эта цель близка, то пишите мне в личные сообщения. Можно писать в любом, в любой соцсети. Мои контакты будут указаны под этим видео. И мы с вами сделаем бесплатную консультацию. На сегодня, друзья, будем заканчивать. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйте в друзья в соцсетях, включите колокольчик для напоминания о новых видео и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, оно тоже будет им интересно. Вот. И, конечно же, я буду рад вас видеть среди друзей в соцсетях. Также в описании моей книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Вы можете их скачать и почитать по ссылкам в описании. А пока посмотрите те видео, которые появились на вашем экране. Это видео о процессинге, о том, как изменить судьбу и как избавиться от негатива в своей жизни. Также мой сайт и подписка на мой канал. Все вы видите здесь вот прямо сейчас. Я вам желаю счастья, осознанности. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Это будет завтра. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok